Март 2024 года. Мы снова отдыхаем во Вьетнаме. На две ночи забронировали отель Le Jardin des Thiers. Для того, чтобы не приезжать вы никуда во Вьетнам, забронировали на сайте Триньков путешествия. Сейчас покажем вам отель. Отель очень бюджетный, простенький. Такой вот ресепшн. Вполне себе приличный. Для столики где посидеть. Традиционный уголок подношений богам. Лягушка денежная. Несколько корпусов. Вот этот конкретно корпус. С ресепшном двухэтажный. На втором этаже расположены номера. Сейчас посмотрим. Есть зона где посидеть. Кстати, вполне себе приличная. С диванчиками. О, тут номера с балконами. С выходом на улицу. Вид на отель с высоты второго этажа. Собственно, горает это весь отель. Одна улица и по бокам домики. Какая-то башня водонапорная, наверное. Туда мы не полезем. Вот тут номер вообще огромный. Вот этот вот без балкона. Тут аж три кровати. Двух спальных. Здесь две. Опускаюсь вниз. Идем по отелю прогуляемся. Получается здесь четыре номера. 206, 207, 208, 209. Как везде традиционно все зелено. Растут цветочки. На ресепшнене есть туалет. Рядом с ресепшненом есть вот такая комнатка. Или либо для персонала, либо, может, передержка, переодевалка. Из окон, без дверей, но в санузлом, с телевизором, с холодильником. Номера номера нет. В клетке сидят голуби. Это центральная улица и единственная в отеле. Цветы. Это, я так понимаю, водонапорная башня. С водой. Надежда, это живые цветы? Да. Прикольно. Листьев нет, а цветы есть. Здесь тоже двухэтажный корпус. Два номера внизу со своими столиками на коридоре. Вверху также два номера. В номере две спальных кровати. Телевизор-холодильник. Санузел. Ну, номера все однотипные, собственно говоря. Нет, здесь поменьше санузел, чем у нас. С правой стороны бунзалки одноэтажные. Подойди с ней. Здесь своя небольшая терраска. В номере две двуспальные кровати. Есть окна на улицу и большая дверь стеклянная. А вот здесь лучше видно. То есть две двуспальные кровати. Тремо, стол с креслами. Номер 107. Тут номер 106. И таких номеров получается раз, два, три. И вот с этой стороны тоже два номера. Таких же. Четыре номера получается. Сейчас справа корпус двухэтажный, в котором живем мы. Три номера внизу и три номера вверху. Номер 103, в крайней, живем здесь мы. Здесь также три номера. У номера, естественно, точно такие же проходные. Люди уехали. Номер такой же, как у нас, только две двуспальные кровати в нем стоит. Да все точно так же, как у нас. Вот здесь вот окно, видишь? В этом номере есть два окна. Тут можно было бы любоваться на море, наверное, при желании. Номер номера 201. Номера практически все очень похожи, кроме тех, которые были в первом корпусе огромные. Также в отеле есть небольшой бассейн с изменяющейся глубиной. От глубокого до совсем мелкого. Можно с детишками, в принципе, там болтыхаться. Три-четыре лежака возле бассейна и штук шесть, наверное, на пляже лежаков. Отельца небольшой. Вьетнамцы не загорают, так что хватает. Возле моря пространство для отдыха. С бассейном, как я уже говорила, здесь маленькие прудики. Не написано, какая глубина. Но здесь прям вообще достаточно глубоко, наверное, метра полтора. Также есть помещение для приема пищи. Когда-то в отеле были завтраки. Сейчас завтраков нет. Отдыхающие местные жители используют его для посиделок. Также возле пляжа есть такой страшненький душ с двумя аллейками. Но он есть, и это прекрасно. Ногомойка прикольная такая. В горшок льется вода. Вот такая зона пляжа. Раз, два, три, четыре. Сейчас есть восемь лежаков, и вот еще два. Восемь не стоит. Да. По факту пляжа нет. В прилив вода будет до самых ступеней. Второй день отлив. Поэтому выглядит это вот так вот. Слева отель Miraki Oasis, в котором мы отдыхали прошлой осенью. Вот тут барышня Гребешков готовит. Справа отель Ravenal Resort, в который мы переезжаем сегодня. Тоже мы жили в нем осенью. Он нам понравился. Вот, собственно говоря, весь обзор отеля. Заселились на две ночи в отеле Le Jardin. Дед, номер у нас 103. Покажу, как он выглядит изнутри. О, скромненький отельчик. Двуссвальная кровать. Стол со стульями. Телевизор. Есть холодильник. Пусто, естественно. Полочки какие-то. Шкафчик выдвижной. Вывода. Стаканы, геркала. Шкаф для одежды. Большой. Есть вешалки. И отделение с полочками. Традиционно тапки. Иднамские. Многоразовые. Ничего не видно. Фен есть. Санузел. Санузел, кстати, очень приличный. Сушилка для одежды. Раковина и зеркало. Туалет. Витаз. Душ. Водонагреватель. Нагревает воду. Что здесь? Есть какие-то модные принадлежности. Все написано по-вьетнамски. Расческа. Зубные щетки. Ватные палочки. Еще что-то. Ну вот, как-то так. Вполне себе. Нормально. Вот и есть. Вида из номера, конечно же, нет. Вида из номера, конечно же, нет. Говорю, проходной балкон. Сегодня первый день, как мы приехали во Вьетнам. На дворе 9 марта, субботом. Суббота традиционный выходной у вьетнамцев. И любимое их развлечение – петь караоке. Вот. Чувак поет. Очень, кстати, хорошо. Прямо во все ноты попадают идеально. Народ приезжает специально на выходные, на две ночи в отеле и зажигает. Второй день во Вьетнаме. Расколбас продолжается. Наши вьетнамские друзья печально. Все вьетнамцы приезжают со своей музыкой. Это как один из вариантов. Предыдущие тоже были с другими колонками. Еще больше. Да, еще больше и с микрофонами, с караоке. Переезжаем в средний отель. Женя решил сделать это вот таким интересным способом. Чтобы кругами по улице не ходить, Женя решил по пляжу перенести наши вещи. Мы перейдем сегодня отель. Номер бунгало с видом на море. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.